Лекарственные растения горечи обычно желчегонные сюда относятся, или вяжущие такие, или слабительные. Ну вот бадан толстолистный, из сибирской, кстати, это Алтай, Саяны, в сибирских аптеках часто лежит. Дубильные вещества, полифенолы, гликозид, там бергенин выделен, бергения по латыни бадан. Противовоспалительные вяжущие, обычное применение либо гинекологии, либо полоскания рта. Ну в принципе сибиряки также чай из него пьют. Чай в основном именно противовоспалительное средство, но он противненький, то есть этот бадан он именно вяжущий. То есть чай из бадана просто вяжущий весь рот становится, снижаются вкусовые ощущения и все такое. Ну может быть я просто в повышенных дозах пил. В медицине применяется в основном жидкий экстракт бадана и отвар бадана. Отвар бадана в принципе вот это чай из бадана и есть. Чай из бадана вяжущие, кровоостанавливающие, противовоспалительное средство. Барбарис обыкновенный, это наоборот европейское. Крым, Кавказ, декоративное растение. В принципе как пряность немножко могут использовать. Основной алкалоид берберин. Берберис по латыни барбарис будет. Ну там также еще много чего содержится. Кислоты, конечно, аскорбиновая в том числе кислота. Голеновые лекарственные формы из корней барбариса угнетают в больших дозах центральную нервную систему. То есть в принципе он угнетающий. Но в терапевтических дозах повышают желчеотделение, спазмолитик. То есть снижается тонну желчного пузыря, ослабляется желчный пузырь. Поэтому в принципе это желчегонное. И барбарис обычно применяется при заболеваниях печени. Гепатит, дискинезия желчных путей, желчно-каменная болезнь. В принципе он уменьшает боль. Существенно то, что спазмолитические свойства тоже есть. И короче рекомендуется от печени. Барбарис или берберин это в принципе то же самое. Основные лекарственные формы которых применяется. Настойка из листьев барбариса обыкновенного, берберина, сульфат как таблетка. Ну это тоже растительный препарат. Ну и настой листьев барбариса. Короче галеновый препарат, либо спиртовая настойка, либо водный этот настой. Вот так вот. Бессмертник песчаный. Растет в средней и южной полосе европейской части России. Может быть на юге Западной Сибири. Для лечебных целей заготавливают цветки. Содержит эфирное масло, флавоноиды, флавоноидные гликозиды. Галеновые препараты бессмертника улучшают тоже желчоотделение. Уменьшают концентрацию желчных кислот. Спазмолитическое действие на гладкие мышцы кишечника, желчных путей. Это флавоноиды оказывают. Но также бессмертник стимулирует секрецию желудочного сока. То есть вообще многие желчегонные препараты, надо иметь ввиду, что они также повышают секрецию желудочного сока, что считается плохо, допустим, при язвах, при гастритах с высокой таксикретностью. Малотоксичный бессмертник, но в принципе может при длительном применении вызывать застойные явления в печени. Ну и в общем основное применение в медицине желчегонное. При заболеваниях печени и желчеводящих путей, холециститы, желчно-каменные болезни и так далее. Улучшаются состояния, уменьшаются боли, потому что желчь отходит. Способствует, в принципе, вымыванию песка и мелких камней желчегонные, в том числе бессмертник. Препятствует застою желчи и вообще повышает качество всяческих желчи. Применяется в медицине отвар цветков бессмертника песчаного, Декоктум флорум, Гелихриси аренарии, экстракт бессмертника сухой, желчегонный чай, ну в состав желчегонного чая входит бессмертник, трелисник, мята, кориандр. То есть в виде всевозможных сборов тоже бессмертник применяется. Фламин – это таблетки, которые при хронических холециститах из бессмертника. Вахта трехлистная, также трехлистник водяной она называется. Растет и в европейской части, и в Сибири, и на Дальнем Востоке широко. Это вахта. Листья, вахты трехлистные используются. Содержат гликозиды миниантин и мелиатин. Злавоноиды, гликозиды, дубильные вещества и всевозможные масла. Горечь она, то есть относится она к группе горьких веществ. В связи с этим горечь она усиливает секрецию желудочного сока. То есть вахта, надо иметь в виду, что она повышает секрецию желудка. Только что по диетологии говорю, что вообще-то они снижают там всячески секрецию. И вообще всякие отвары там они не любят, чтобы были при заболеваниях желудка, пищеводы и так далее. Короче, вахта может, помогает она, короче, печени, но может портить при этом желудок. Голеновые препараты вахты трехлистные применяют в качестве средства, возбуждающего аппетит. Но раз они вот секрецию и увеличивают, то как и суп, допустим, они возбуждают аппетит, эти горечи. Поэтому, в принципе, есть гастриты с пониженной кислотностью, и там, наоборот, это все показано. Но при повышенной кислотности, то нельзя горечить. Ну или они будут вызывать там дискомфорт, боль и так далее. Но в основном все-таки это желчегонное средство. Также наруженное антисептическое средство для промывания ран тоже возможно. Лекарственные формы. Настой листа трелистника водяного используется. И горькая настойка. Тоже может быть. Горечавка желтая. Так и называется горечавка. Растет в горах Западной Украины. Ну и больше для Украины характерные лекарственные растения. Горькие гликозиты, генциопикрин, генциин, амарагентин и так далее. Горькие вещества, которые содержатся в корнях и корневищах горечавки. Стимулируют секрецию и моторную функцию желудочно-кишечного тракта. Усиливают аппетит. Накапливают природные соединения всевозможные перроновые. Горечавка стимулирует опять же функцию желудка. Стимулирует ферментативную активность кишечного сока. Ну и желчегонное действие тоже хорошо доказано. В том числе в опытах на животных. В общем, в медицине используются при гипооцидном гастрите, при язве желудка с пониженной секреторной активностью. Тоже такое бывает. И 12-перстной кишки. При анорексии, когда они хотят есть. Горечи используются, чтобы есть захотели. Дисбактериозии, холециститии, дискинезии желчеводящих путей и так далее. Отваром или порошком из корней корневища обрабатывают инфицированные раны и язвы. Применяется отвар корневищ горечавки. Кстати, также можно ножные ванны для удаления плохого запаха ног горечавку использовать. Ну и в общем все. Основная форма отвар корневищ. Датиска коноплевая. Датиска каннабис. Но нифига не каннабис. Никаких наркотиков нет. Произрастает в диком виде на Кавказе и Средней Азии эта датиска. Содержит флавоноиды додисцин, додисцитин, каннабин, дотинозид, рутин и так далее. В общем много там веществ. Датиска имеет желчегонное, противовоспалительное и слабительное действие. Расслабляет она тонкий кишечник, желчеводящие пути и так далее. Препарат датискан называется. Датисцин используется в лечении заболеваний печени, желчеводящих путей. Порошок выглядит как порошок. Там датисцин основной компонент. Принимают за 15 минут до еды. Возможно аллергия, головная боль, тошнота, понос, побочники есть от датиски. Дуб обыкновенный. Дуб обыкновенный кора дуба. Хорошо известное лечебное растение. Там тоже со всяких древних времен кору эту дубу всегда применяли в лечебных целях. Флавоноид основной кверцетин, там, кверкус по латыни, дуб. Ну, также там и много различных специфических кислот, там, пектины, сахара и так далее. Ну, галеновые препараты коры дуба, как хорошо известно, обладают вяжущим, противовоспалительными и противогнилосными свойствами. В общем, там основное, даже не этот кверцетин, а танин, то есть дубильные вещества. Ну, раньше широко применяли, сейчас просто много новых всяких средств, да, там, противовоспалительных и так далее. Сейчас основное все-таки применение коры дуба – это вяжущее средство при полоскании рта и горла. Вот во рту, в горле часто всякие язвочки, которые все кончаются тем, что зубы вылетают, да. Вот полоскать лекарственными растениями в целом хорошо. Ромашка и кора дуба – тоже традиционные средства полоскания рта при всяких его болезнях. Ну, проблема такая, что, конечно, покрывается там все пленкой, вяжущее такое, вот, весь рот она связывает, но в то же время всякие болячки она тоже хорошо там связывает, то есть кора дуба для полоскания рта. Вот, также при отравлениях, все-таки оно еще и сорбент, при отравлениях тоже имеет смысл кора дуба. Вот сейчас параллельно тут токсикологию рассказываю. При заболеваниях печени тоже, допустим, воспаление мочеводящих путей, тоже кора дуба в целом эффективна. Ну, в принципе, смачивали тоже ей раны там гнойные всякие и так далее. Сейчас просто много всяких других антисептиков там, в том числе, там, антибиотиков. Ну, традиционные средства еще для ран, кора дуба тоже. Ну, сейчас обычно это полоскание рта. Горло тоже при ангине можно корой дуба полоскать. Значит, основные формы отварка коры дуба применяется для полоскания 8 раз в день. Особенных никаких побочников нет, единственное, что оно вяжущее, то есть неприятный вкус во рту там обеспечен, да, вяжущее. Золототысячничник зонтичный, золототысячник зонтичный, центаурлумумбалятум, вот так вот. Значит, двухлетнее или однолетнее травянистое растение, невысокое 30 сантиметров, растет в средней южной полосе европейской части России, в Украине может расти. Трава золототысячника содержит горькие гликозиды всевозможные. Это горечь для возбуждения аппетита и улучшения пищеварения, стимулирует секрецию пищеварительных веществ. В принципе, также противоглисные свойства у него есть у золототысячника. Соответственно, используя никакой отвар, либо настой при гастрите с пониженной секрецией, иногда как противоглисное средство. Также аппетит, поэтому сборы, которые улучшают аппетит, то вот горячавка-то, золототысячник, полынь, вахта трехлистная, вот туда и туда еще золототысячник. В больших дозах вызывает расстройство пищеварения, надо тоже иметь в виду. Основные формы настойка горькая его, настой травы золототысячника. Настойка горькая, она состоит из золототысячника, вахты ранее описанной, аира, то есть все горькое собрали. Полынь, мандарин, спирт, прозрачная жидкость, просто там горечи для стимулирования аппетита. А настой травы золототысячника, это просто такой вот тоже горький такой чай для возбуждения аппетита и улучшения пищеварения. Кассия остролистная, больше известная как сенна, это у нас уже слабительные пошли. Листья и плоды этой сенны содержат антрогликозиды и основным агликоном гликозидов является алоэ эмодин. Слабительное оно, кассия, хорошо тоже на мышах и на кошках проверяли. Да, улучшает оно сокращение кишечника. Все, результаты экспериментов на кошек, как там кошки срали, я не буду тут расписывать и читать. Значит, в медицине сухой экстракт сенны применяют в качестве слабительного при атонии толстого кишечника и при запорах. Сенна достаточно слабая и ее эффект позже, короче. То есть, не в первый день, а где-то на второй-третий день. Систематический прием нужен два раза в день. Действует он мягко, но это и хорошо, потому что сильные и слабительные могут сразу вызывать, короче, понос, вызывать боли, там и так далее. И потом уже, получается, от этой крушины, наоборот, лечиться надо. А сенна более мягкая и, в принципе, лучше, короче, сначала пробовать слабые, да, сенна, а потом уже, если не помогает, то крушина. Побочные явления редко при сене, но, соответственно, она и действует слабо достаточно, но и побочников тоже мало. В принципе, сена также улучшает работу печени. Применяется экстракт сены сухой, настой листа сены. Также листья сены в качестве слабительных чаев могут класть. Вот там всякие чаи для похудения, если так вот посмотреть состав, они перемешивают там слабительные и мочегонные, и как бы первоначально кажется, что упал вес, но он на самом деле не падает, они просто зарядили туда слабительных. Но сена, поскольку слабая слабительная, да, и не вызывает такого поноса хронического, они любят во всякие вот там чаи всякие такие, якобы вызывающие похудение класть там, что не слабое какое-нибудь, что-нибудь по типу сены. Кориандр посевной, хорошо известная пряность. Культивируется он в Украине, на черноземной зоне России тоже, на Северном Кавказе. 2% эфирного масла с большим количеством компонентов. Эфирное масло кориандра имеет желчегонные, болеутоляющие, антисептические свойства. Повышает аппетит, спазмы желудка снимает, снимает спазмы печени, желчеводящих путей. То есть кориандр как пряность, он чем полезен? Он улучшает работу печени. Естественно, работа печени нужна для переработки жиров и прочего всякого, да, поэтому сразу, короче, с пищей заряжаем желчегонные, и все, вот поэтому пряности используются. Сразу с пищей лучше желчегонные есть. Также, в принципе, кориандр слабительное действие на самом деле имеет. Если в медицине его не как пряность используют, а как лекарство, то для повышения аппетита, при заболеваниях желудка, печени, холецистит, гепатит, при гисконезии желчеводящих путей, при панкреатите, при заболеваниях кишечника, при геморрое. Ну и также вообще, на самом деле, в консервы постоянно кладут, там можно тоже посмотреть состав консервы, сплошная дома, они кладут там перец, кориандр и другие всякие пряности. Ну вот консервы могут положить, и люди, когда сами делают домашние консервы, тоже могут кориандр положить. Ну, в медицине применяют настой плодов кориандра, тоже, в общем, на воде. Кровохлебка лекарственная, многолетнее травянистое растение из семейства розоцветных. Кровохлебка содержит дубильные вещества, в результате у нее вяжущие противовоспалительные кровоостанавливающие действия, почему и кровохлебка. Применяют при кровотечениях, допустим, кровохарканье у больных туберкулезом легких. Она повышает сворачиваемость крови, снижает кровотечение кровохлебка. Менструации, желудочные кровотечения, геморроидальные кровотечения, вот там. Ну, обычно, все-таки, в комбинации с другими всякими средствами аналогичными, в принципе, кровохлебку можно для заживления ран, как она вообще в медицине в народной использовалась. Она сворачиваемость крови повышает, соответственно, заживление ран улучшается. При поносах можно кровохлебку, то, что это, в принципе, воспаление же кишечника. При ангинах тоже для полоскания рта можно кровохлебку тоже использовать. Используется в медицине жидкий экстракт кровохлебки лекарственной и отвар корневищ, корней кровохлебки. То есть, продаются в пачках сырье, надо дома отваривать по обычной схеме. Крушина ольховидная, хорошо известная, слабительная, тоже традиционная. Крушина имеет антрогликозиды франгулин, гликофрангулин, франгула М1, хризофановая кислота и так далее. Франгула, она по-латыни, крушина. И вот эти антрогликозиды, они как раз и вызывают слабительное действие. Улучшается перистальтика толстой кишки, замедляется всасывание жидкости. В результате каловые массы разжижаются, то есть от запора она, крушина. Слабительный эффект крушины обычно часов через 8 после ее приема. Поэтому, в принципе, она считается мягкодействующее средство, крушина, потому что не сразу все-таки. Но надо иметь в виду, что крушина вызывает привыкание. То есть, многие, кстати, слабительные, вызывают привыкание. То есть, потом без слабительных уже в туалет сходить не сможете. Поэтому крушина все-таки такое средство, если там действительно резко надо. Потому что ее хронически, если употреблять, то она вызывает привыкание. Кара крушины в продаже обычно. Свежая кара крушина может вызывать также тошноту и рвоту, особенно если много ее заварить. Поэтому, в принципе, лучше даже старую кара крушины, которая лежала год-два на складе. Значит, медленное развитие слабительного эффекта связано с тем, что антрогликозиды только в толстом кишечнике распадаются на действующие вещества. Поэтому, пока там дойдет до толстого кишечника, часов 10 пройдет, только тогда начнет действовать. При передозировке боли в животе, тошнота, возможно, дискомфорт и так далее. То есть, даже старая крушина, если слишком много, она вызовет тошноту и привыкание, кстати, все время ее используют. Основные какие препараты, значит, отвар коры крушины в виде таблеток тоже, экстракт крушины жидкий в виде капель, экстракт крушины сухой в виде таблеток. Также крушину кладут во все слабительные сборы. И вот там состав, значит, что нужно иметь в виду? Сенно слабое, слабительное, а крушина сильное, если там состав смотреть. Кукуруза. Кукуруза у нас желчегонная, если кукурузные столбики рассматривать. Кукурузные столбики, основное, кстати, причиной желчегонных свойств, все-таки кукурузное масло, ну и другие всякие соединения. Увеличивают секрецию желчи, понижают тонус желчного пузыря, уменьшают вязкость желчи и так далее. Используются как желчегонные и мочегонные препараты кукурузных рылец. Назначают при холонгитах, гепатитах, холециститах, энтероколитах. Длительный прием препаратов кукурузных рылец способствует растворению камней в мочеточниках и почках. Также они, в принципе, кровоостанавливающие кукуруза. При лечении больных хроническим холециститом хороший эффект получен. Застой желчи снимается, исчезает чувство тяжести и боли в области печени, потому что печень уменьшается, желчь выбрасывается. Длительное применение нужно кукурузных рылец. То есть, непосредственно острый приступ, конечно, нужно ножпотом и прочей спазмолитике. Длительное применение кукурузных рылец улучшает общее состояние больных печеночных. Также, между прочим, установлено, что кукурузное масло помогает профилактике атеросклероза, хорошо действует на обмен липидов, снижает уровень холестерина в крови. В кукурузном масле много витамина Е, поэтому также при гиповитаминозах витамина Е тоже рекомендуется. Кукурузным маслом можно кожу тоже натирать, помогает при лечении кожных заболеваний. Основные лекарственные формы медицинские, это просто реклама масла была, масло в медицине не используется. Основные формы отвар кукурузных рылец. Вот он действительно при холециститах отвар делают, либо делают экстракт спиртовой кукурузы. Именно израильцы.